Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. В ответ на ваш вопрос об обратной связи, мне кажется, лучшим образом ответит фраза одного человека, которого встретил здесь на полях форума. Он из Дубая. Откуда? Дубай. Из Дубая. Дубай. И когда я спросил его, как тебе форум, он говорил, я опасался ехать сюда, потому что мне говорили, это русская пропаганда. Но когда я приехал сюда, я чувствую атмосферу дружбы. Потому что это хорошая пропаганда. Да, он говорит, дружба – это лучшая пропаганда. И я хочу поблагодарить вас за этот форум и поделиться своей историей фестивалей. Для меня фестиваль 2017 года, который был предыдущим, сыграл колоссальную роль в судьбе, потому что тогда я узнал об искусственном интеллекте. Вместе с командами из Индии, из Греции, из Польши, с которыми мы работали на форсайте и вам презентовали свой проект. Тогда мы презентовали. Через несколько лет, через пару лет я улетел в Италию учиться и получать там образование в топ-школе Европы. Затем, благодаря конкурсу лидера России, я вернулся домой. Здесь строил роботов. И сейчас в команде Дмитрия Николаевича Чернышенко мы развиваем искусственный интеллект России. Это пример того, как работают фестивали, как работают наши социальные лифты. И спасибо вам за это огромное. Мы вместе с командой Минэка, Сбера разработали стратегию развития национального искусственного интеллекта. Мы всегда ожидаем колоссальный экономический эффект, переходим к внедрению искусственного интеллекта. Искренне считаем, что наука и технологии могут быть местом, в котором все нации объединяются и работают вместе. И у меня вопрос прикладного характера. Мы переходим к внедрению искусственного интеллекта. Владимир Владимирович, вы используете ли голосовой помощник? Есть ли у вас дома Яндекс или Сберг, или другая умная колонка? Есть ли у вас умный дом? Генерируете ли вы поздравления, картинки своим друзьям? Спасибо. Зачем мне Сбера, если у нас есть руководитель Сбера, который всегда на связи? Греф Герман Оскарович, он всегда на связи. Но если по-серьезному, то садитесь, пожалуйста. Мы можем гордиться нашими достижениями в этой сфере. Почему? Потому что у нас вот это так называемое электронное правительство, оно продвинуто, может быть, гораздо больше, мы добились гораздо больших успехов, чем во многих других странах мира. И это, конечно, результат работы тех людей, в том числе Чернышенко, о котором вы упомянули, который является одним из организаторов этих мероприятий. И здесь мы сделали определённые шаги вперёд. Но, конечно, этого ещё недостаточно. Разумеется, мы должны вместе с коллегами внутри страны, вместе с коллегами из других стран работать над этой тематикой, может быть, даже более напряжённо и интенсивно, чем это было до сих пор. Потому что, ну, о чём мне говорить общие вещи, потому что, безусловно, за этим будущее. Развитие искусственного интеллекта создаёт огромные конкурентные преимущества для любой страны, которые развивают эти технологии. И мы, конечно, будем это делать. Мы делаем это и будем это делать. Здесь возникает много вопросов, связанных с этикой, но и здесь у нас есть чем похвастаться в хорошем смысле этого слова, потому что вы наверняка знаете, мы с нашими ведущими компаниями об этом договариваемся, договорились. Они создают соответствующие инструменты самоконтроля в этой сфере, на этой площадке даже, можно точнее сказать, пошире. И это тоже очень важно, потому что применение искусственного интеллекта остановить невозможно. Это очевидная вещь. Я не склонен соглашаться с теми, кто видит здесь какой-то конец света, видит, что будет какой-то рубеж, точка невозврата, когда невозможно будет человечеству вернуться к тому, что мы живём в мире человека, а наступит с какой-то точки невозврата другая эпоха жизни человечества, наступит эра машин, которые будут управлять человеком. Но на сегодняшний день, во всяком случае, на сегодняшний всё зависит от нас. В том числе это зависит от решения тех вопросов, которые здесь уже поднимались и нашим партнёрам, и другам из Соединённых Штатов, и других стран. А именно, нам нужно договариваться между собой, потому что если это выйдет из-под контроля, то это может нанести непоправимый ущерб. Это правда. Но я уже говорил об этом. Тогда, когда человечество осознает какие-то реальные опасности для себя, в случае выпуска из-под контроля, из рук человека этих технологий, тогда, мне кажется, созреет время для договорённости. Так же, как в своё время созрели условия для договорённости в области нераспространения ядерного оружия и контроля над этими вооружениями. Но точно, совершенно нам придётся на международном уровне об этом договариваться. Мне кажется, что здравый смысл победит, мы сможем договориться, а остановить развитие технологий невозможно. Вывод – нужно быть впереди. Спасибо. Спасибо. Спасибо.